МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На национальном телевидении Чувашии после каникул стартует новая спортивная программа «Спорт-Сити». То, что Чебоксар – спортивный и здоровый город, думаю, никому доказывать не надо. Огромное количество жителей плавают на Волге и в бассейнах, катаются на велосипедах, ходят в тренажерные залы. Одним словом, спорт – это наш мир, мир, в котором мы живем. И сегодня мы поговорим о том, насколько чебоксарские школы готовы к началу нового учебного года и узнаем, как спортивные площадки работали в летнее время. А работали спортивные площадки действительно активно. Благодаря городским инструкторам по спорту по месту жительства они практически не пустовали. Днем на них играли в различные спортивные игры школьники и студенты, вечером – взрослые. Ограничений по возрасту нету, занимаются все желающие. Занятия спортом – это очень важны, потому что все-таки умная голова на тонкой шее – это не очень есть хорошо. Должно быть и здоровье. У нас, конечно, условия здесь очень хорошие, очень много спортивных площадок – волейбольных, хоккейных, футбольных несколько площадок. Поэтому народ здесь всегда собирается. Каникулы под девизом «Здоровый и активный отдых». Что может быть лучше? Инструкторы по спорту работали во всех районах столицы. Данил Капитонов занимался с жителями Московского района. С Данилом Ивановичем мы занимаемся часто. С ним интересно заниматься. Он придумывает разные игры, он нам объясняет хорошо эти игры. Поэтому интересно заниматься этим. Хочется продолжать все дальше и дальше. Ну, играем мы в игры так, как футбол, пионербол, волейбол. То есть с ним я становлюсь более выносливой, выносливей, сильней, более красивей, потому что я за здоровый образ жизни. Сегодня мы играли в очень интересную древнюю игру «Лапта». Нам очень понравилось, было весело. Я сумела отбить мяч, хотя никогда этого не делала. А в дальнейшем, если, конечно, время позволит, мы обязательно будем приходить, играть и познавать разные виды спорта с Данилом Ивановичем. Если ребята захотели прийти на спортивную площадку еще раз, значит, у инструктора все получается. Работа с детьми, на самом деле, очень интересная. Это, конечно, ответственно, но в то же время это творческая работа. Постоянно меняется, постоянно дети и сами заряжают своей энергией. Еженедельно на сайте Чебоксарского физкультурно-спортивного комплекса «Восток» публикуется расписание работы инструкторов на ближайшие семь дней, где подробно указано время, место тренировок и вида спорта. Ну, это, естественно, самые популярные – это футбол, волейбол, баскетбол. Вот. Но также и другие, например, лапта, городки, вышибалы, да. То же самое ОФП мы с ним проводим. Это и подтягивания, это и прессы, это и нормы ГТО, те же самые, которые мы тоже отрабатываем. Футбол действительно пользуется огромной популярностью. На поле дворовый турнир между командами «Альбатрос», «Орлы» и «Молодежка». И неважно, кто из них в итоге одержал победу. Важна сама атмосфера, командный дух и развитие физических навыков. Он очень энергозатратный и это самый лучший спорт. Самая лучшая игра с мячом. Я хочу стать футболистом. Я тоже. Подобие Кришана Роналду. Подобие Месси. Очень часто мы приходим, играем в футбол, в волейбол, в баскетбол. Буквально каждый вечер собираемся, приходим часов в шесть. Играем очень много народу здесь. Спасибо большое, что сделали такую площадку. Нам очень приятно за это. Такой кайф получаем. Конечно, дворовый спорт носит любительский характер. Однако на площадках есть и профессионалы, с которыми сыграть на одном поле плечом к плечу может каждый. Я сам, получается, занимаюсь профессиональным футболом в восемь лет. Но помимо этого я выхожу на улицу каждый день, играя с такими же ребятами, как и я. И это огромный опыт для самого себя и для ребят, которые играют вместе со мной. Я занимаюсь еще триатлоном, спортивно-баленными танцами. И я прихожу сюда, чтобы научиться другим видам спорта. На дворовых площадках в летнее время жизнь кипит чуть ли не до полуночи. Помимо этого сейчас в городе активно реализуется муниципальная программа по ремонту и строительству спортивных площадок. Где мяч футбольный погонять? Этот вопрос теперь точно не будет волновать учеников Чебоксарской школы номер 10 и жителей окрестных домов. Все имеет свой срок. И то поле уже пришло, по сути дела. Оно требовало модернизации. И вот мы как раз попали в этот муниципальный проект. Спасибо за это городу, что они выбрали нашу школу. Столичная гимназия номер 4 давно нуждалась в современной баскетбольной площадке. И вот буквально за несколько недель на месте старого неудобного поля появилось новое. С ограждениями и специальным покрытием. Заниматься спортом здесь комфортно и безопасно. На этой площадке условия хорошие, мне нравится. Покрытие для уличного баскетбола достаточно хорошее, качественное. Раньше тут было резиновое покрытие, оно не разу, думаю, менялось, но вечно отрывалось. Мы так-то тренировались в зале, конечно же. Там и проводился кэс-баскет по району. Но сейчас будет прекрасно на улице, на свежем воздухе, больше возможности тренироваться. Когда я учился в этой школе, вот как помню, сейчас на этом месте было поле, заросшее дуванчиками. И о такой площадке мы могли только мечтать. Сегодня мы смотрим, у нас есть баскетбольная площадка. И я завидую тем родителям, дети которых смогут здесь учиться, смогут играть на баскетбольной площадке, дышать свежим воздухом. Очень рад за школу. В общей сложности к началу нового учебного года в городе появилось пять школьных спортивных площадок. Футбольные в школах номер 10, 40 и 61. Баскетбольные в школе номер 48 и гимназии номер 4. Именно эти пять образовательных учреждений были выбраны в этом году по ремонтным работам спортивных площадок. Потому что, во-первых, в школах в последнее время не проводились работы по благоустройству спортивных именно площадок. А также школы все с большим количеством обучающихся. То есть в школах обучается более тысячи учащихся. Помимо спортивных площадок реконструкции подвергся и плавательный бассейн второй начальной школы, в котором с 1988 года производился лишь незначительный косметический ремонт. Он будет завершен в феврале следующего года. Не забудем и про открытие универсальной спортивной площадки, расположившейся по Эйгерскому бульвару 33. В Москве такие площадки давно уже с искусственным покрытием во дворах открываются. Но я думаю, что город Чебоксара не должен отставать. В этом году еще открытие за Волжи такой площадки. Ну и в перспективе город будет планировать, я думаю, что только будет понарастающее открытие таких площадок. Теперь ребятам с этого двора есть где провести время весело и с пользой. Летом на такой площадке удобно играть в футбол, а зимой из нее получится отличная хоккейная коробка. Я буду здесь заниматься футболом, играть с друзьями. И буду приходить по возможности, почти каждый день пытаться. Я буду выходить сюда очень часто. Буду летом играть в футбол с друзьями. И зимой буду кататься с друзьями на коньках. Оценила новый спортивный объект и инструктор по спорту по месту жительства Мария Макшеева. Это замечательная популяризация спорта в Чувашской республике. И я рада быть частью этого праздника. Надеюсь, подобные площадки еще будут строиться и тем самым дети будут привлечены к спорту. Площадь искусственного покрытия 20 на 40 метров. Общая стоимость объекта составила 4 миллиона рублей. К новому учебному году активно готовятся не только в общеобразовательных школах, но и в спортивных. Например, в Чебоксарской школе настольного тенниса и стрельбы из лука имени Ирины Солдатовой. Что может помешать профессиональному лучнику? Только ветер. Против всего остального у спортсменов есть свои приемы. Их знают ученики этой спортивной школы. Роман Ефимов попал в ряды лучников случайно. Его привел друг и он вошел во вкус. Я так уже 7 лет до сих пор стреляю. Когда попадаю в 10, такие радостные ощущения. Хочется, чтобы больше было этих ощущений. Из-за этого сейчас тренируюсь, получается. Нравятся также победы. А побед у него немало. В этом году Рома стал чемпионом России по стрельбе из лука. Стать профессионалом своего дела может каждый из этих лучников. Здесь за 2-3 года можно дойти до уровня мастера спорта России. Кроме детей, стрелять из лука научат даже взрослых. В первую очередь у нас качество – это сдержанность и психоустойчивость. Каждый выстрел – это нервы. Поэтому у кого крепче нервы, тот, соответственно, и лучше стреляет. Крепкие нервы нужны и в настольном теннисе. Не даром он второй в мире по технической сложности и третий по выносливости. Начинают дети заниматься на этапе ночной подготовки. То есть у них идет плановое – это три раза в неделю по полтора часа. На соревновательных этапах они играют в день, они по пять, по шесть часов. В принципе, непрерывно. Это очень тяжело. В школе имени Солдатовой настольным теннисом занимаются около 700 человек. Есть здесь и маленькие звезды. К большому спорту теннисисты начинают готовиться с пяти лет. Я в Казани занимал на Надежде Татарстана второе место. Я занимаюсь четвертый год. Мне это нравится. И я буду дальше заниматься. Андрей Масавер занимается настольным теннисом уже семь лет. А вот в столицу Чувашия приехал совсем недавно. Я переехал с Алтайского края сюда, потому что там не с кем тренироваться. Здесь много ребят хороших. И тут как бы я могу прибавить. В планах Андрея стать мастером спорта. И по его мнению, спортивная школа имени Солдатовой – именно то место, которое поможет ему достичь желаемого. Двери школы открыты для всех желающих. С начала учебного года здесь формируются новые группы. В ближайшее время горожане смогут посетить следующие спортивные мероприятия. 2 сентября в парке 500-летия Чебоксар состоится велокросс, в котором может принять участие любой желающий. Начало в 13.00. 9 сентября на стадионе «Энергия» города Чебоксары состоится 79-я республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чуваша» в памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева. Начало в 10.00. 16 сентября на набережной Чебоксарского залива пройдет Всероссийский день бега «Кросснации» – торжественное открытие в 11.45. В тот же день во всех муниципальных и республиканских спортивных учреждениях пройдет день здоровья и спорта, когда услуги спортшкол предоставляются населению на безвозмездной основе. Муниципальная программа по ремонту и строительству спортивных площадок продолжается, как и продолжается деятельность инструкторов по спорту. А значит, горожанам есть где и с кем проводить свободное время весело, активно, используя для здоровья. Будьте с нами, становитесь ближе к спорту. До новых встреч!